Всем привет! Наконец-то свершилось! Вы видите вот эту вот копию, самую дешевую, китайскую копию Страйдера. И я себе ее заказывал просто потому, что мне непонятно, за что люди отдают по 400-500 долларов за такой нож. Мне было непонятно. И, скажем так, в процессе очередной перепродажи ножей познакомился я с человеком Сергеем Есениным. И пусть это не вызывает у вас смех, это на самом деле не поэт начала 20 века, это живой человек, это подписчик мой, теперь добрый знакомый и товарищ по цеху, который мне уже помог сделать очень несколько классных вещей, кое-что раздобыть. Он тоже очень многим увлекается, и та информация, которую он со мной поделился, оказалась мне очень полезной. За это огромное спасибо, Сергей. Ну и, собственно, здесь внутри лежит оригинальный Страйдер, который прислал мне Сергей, для того, чтобы я мог наконец-то посмотреть, повертеть в руках и понимать, стоит ли нож своих денег или нет. И прислал ребята, причем не халам-балам, не обычную там стандартную версию, а крайне лимитированную версию. Если я правильно помню, я встречал это дело на Blade HQ. Это была такая супер-лимитка. Их было сделано аж, ребята, 10 штук. Это модель S&G, это, скажем так, средняя, есть SMF больший, крайне редко встречается XL, это еще больший нож. И вот есть S&G, средняя модель, и поменьше есть модель PT. Вот. Ну и, собственно, давайте, ребята, посмотрим. Когда ко мне нож пришел, я взял его в руки, то я был крайне удивлен, насколько нож легче, чем я предполагал. Да, я достал нож, взял его в руку, и я понимаю, что весь вес у этого ножа вот в клинке. Но когда я, ребята, его взвесил, вот я вам скажу так, вот эта китайская копия, которая, мне кажется, безумно тяжелая, весит 150 граммов. И я, когда поставил вот этот нож на весы, я был, ну, я рассчитывал, что вот нож реально легкий, что он будет весить порядка, там, 110 грамм. Оказалось, что нож весит 127 грамм, и разница, на самом деле, не такая большая с вот этим ножом, но ощущение от того, что держишь в руках совершенно разное. И вот этот нож выглядит гораздо-гораздо легче. Вот. Ну и в чем лимитовость данного ножа и, в принципе, как нож, вы спросите? Нож, я вам скажу, неплохо, в плане того, что это 3,5 дюйма, это 89 миллиметров длина клинка, 4, а, нет, в руках, да, 4 миллиметра примерно в обухе. Сталька у нас здесь CPM S30V. И вот это уже понятно, что это новодел, что это там с термообработкой не босс, но тем не менее. Мне очень нравится сочетание вот этого черного цвета и оранжевого титана, и оранжевой G10. И, насколько я помню, и, в принципе, следил за темой, и то, что рассказывал мне Сергей, освежив мою память, значит, отдельно изготавливались клинки для этой десятки. Были отобраны клиночки, и на них было нанесено покрытие, мы это называем серокоут, на самом деле, правильно, наверное, все-таки это звучит как керокоут от кера-керамика, коут-покрытие. Я пробовал такое покрытие на Benchmade Contego, оно оказалось крайне-крайне-крайне стойким, я думаю, что здесь все дело не хуже, оно матовое, оно такое шершавенькое, и оно достаточно толстое. В плане того, что если посмотрим с вами, давайте поближе подвину камеру на свет, если мы с вами посмотрим на грани, то увидите, что как вот толстый слой красочки, они такие чуть-чуть подслизанные, но тем не менее. Что касается обработки титана, то здесь все тот же самый серокоут, только оранжевого цвета, я вижу такое впервые, мне это очень нравится, мне нравится, в принципе, оранжевый цвет, и выглядит все супер. Относительно накладок SG10, вы видите, что бэкспейсер с накладкой, это цельный кусок, вот он так фрезеровался, очень легенький, очень качественный, и здесь вот мост золотые ворота, и надпись San Francisco. Это тоже специально все дело для этой лимитки фрезеровалось, специально покрывалось титаном, ну и в общем, это вещь достаточно редкая. Но что касаемо ножа в целом. Ребят, многие там в обзорах, особенно когда я делаю про какие-то ножи, там про китайские или не про китайские, все говорят, ой, ребята, без сухаря никак, все, титан замнется, нож выкинуть. Ну и, собственно, мы с вами видели примерно такую ситуацию, что появился люфт на вот этом вот, на же Т-550 Айзинка первого поколения, где появился, к сожалению, люфт, причем такой неустранимый, достаточно большой, из-за того, что тут отсутствует сухарь. А вот я вам скажу честно, я что-то не слышал ни одной истории, чтобы на страйдерах, там, где реально нет никакого сухаря на титановом фрейме, чтобы появился люфт. Ребят, я вот честно не слышал, я особо, честно скажу, не изучал вопрос, но я никогда про это не слышал. Страйдеры, в принципе, в народе считаются такими прям монстриками, танчиками и как бы соответствующее сведение в 0.7 об этом нам и говорит. Достаточно мощный кончик, все замечательно. Стоит ли нож своих денег? Вот с точки зрения лимитовости вот этот нож стоит. А с точки зрения, заплатил бы я за страйдер 420 баксов, если я правильно помню, он стоит в Америке в самой обычном исполнении, там никакой не ганнер, гриб, ничего. Ммм, не знаю, ребят, я за 420 долларов могу купить много разных ножей с разными интересными сталями. А вот этот бы ножик в коллекцию, для коллекции я бы вполне себе, может быть, бы и заимел, но для меня это, ребят, куча денег. Вот. И поэтому, Сергею, огромное спасибо за то, что дал мне возможность посмотреть на этот нож. Нож меня, честно, впечатлил. Я люблю такие проекты. Я знаю еще один такой американский магазин, который любит делать такие штуки в плане того, что эксклюзивные какие-то варианты, там протейки красиво разрисовывают. Вот. Мне очень нравится, сейчас есть в продаже Кершу Лаунч с такой, с изображением обнаженной девушки, которая как будто нарисована скрим-шо. Это вот, как вы знаете, такие точечками ставят, заливают тушью на кости. И на клинке надпись, вот как на долларах швик, написано «Леди Лак», «Леди Удача». Очень классно выглядит нож тоже. Они делают самурай ультратеки, переделывают, интересно, микротек ультратек, там, самурай по-различному разрисовывают. Я думаю, кто с таким хоть расталкивался, уже знает, на каком сайте искать. Вот. Но, тем не менее, вот такие штуки мне всякие лимитовые нравятся. Именно, наверное, поэтому я собираю блюры редкие, что их уже нет, что это какая-то диковинка. И, насколько я правильно помню, то этот нож Сергей будет продавать. Поэтому, кому интересно, я дам контакты, напишу, ну, обращайтесь в личико, я вам напишу его контакт. Кто хотел такую штуку приобрести, я думаю, он вам ответит. Вот. К изготовлению ножа вообще никаких вопросов. И, ну, я хоть теперь понимаю, на самом деле, что такое страйдер, нужен мне страйдер или нет. Как бы, ну, я еще не решил до конца, но вот пока, посмотрев, я понимаю, что разница между копией и оригиналом достаточно большая. Но я не держал в руках копий из Титана, там, и Тридцать Пятки. Может быть, когда-нибудь. На самом деле, еще раз огромное спасибо Сергею. Кому интересно, обращайтесь в дам контакт. Ну, вот очередная хотелка повертеть в руках меня сбылась. На этом все. Всем спасибо. Пока.